Сосульки, наледь, неубранные от снега проезды. Топ-3 самых популярных жалоб в управляющей компании этой зимой. Как организации, обслуживающие жилые комплексы, решают эти вопросы и где ищут кадры? Почему на вес золота сегодня специалисты узкого профиля, от которых зависит комфортная жизнь собственников квадратных метров? Как сделать отношения с коммунальщиками максимально эффективными и действительно ли выгоднее и удобнее самим управлять хозяйством? Об этом и не только. Прямо сейчас. И сегодня у нас в гостях директор по развитию компании «Голос Комфорт» Алексей Попов. Алексей, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время, заглянули к нам, тем более, что у вас сейчас хлопот достаточно, мне кажется, для управляющих компаний. Сейчас самый сложный период наступил, когда еще не закончилась зима, но уже чувствуется оттепель. Как вы справляетесь? Насколько эффективно строится ваша работа? У управляющей компании немного сезонов, которые простые. Да, вы правы, сейчас еще продолжается отопительный сезон. Как правило, он показывает довольно значительный прирост заявок, которые связаны с отоплением как мест общего доступа, так и внутриквартирных приборов. Это холодные радиаторы, недостаточно горячие радиаторы и так далее. Плюс, да, абсолютно правы, это период или даже череда снегопадов, которые только подрядчик или управляющая компания справляется с одним снегопадом. С последствия одного снегопада начинаются следующие снегопады. Это такая вот довольно системная, довольно большая работа, которая требует ежедневной концентрации ресурсов и человеческих, и механизированных, потому что в период снегопадов и люди, и техника нужна всему городу. И здесь очень важно выстроить такие отношения с партнерами, с людьми, с работниками и внутри команды, чтобы именно в момент, когда всему всем нужно, чтобы у нас это было всегда чуть пораньше, чуть быстрее, чуть качественнее. Ну, еще одна беда вот этого сезона – это наледь на тротуарах, это сосульки на крышах. Вот здесь как вы справляетесь? Может быть, используете какие-то ноу-хау? Основной ноу-хау – это касается всего рынка и всех отраслей, это смотреть за внутренней эффективностью. Если мы видим, что погода идет к нулю градусов, мы понимаем примерно плюс-минус 2-3 дня, когда начнут появляться сосульки, мы примерно понимаем, где и какого количества, какого качества будет наледь. Понятно, что для устранения любых последствий требуется время, определяются участки, которые требуют внимания в первую очередь, во вторую, в третью. Конечно, всем нашим клиентам хочется, чтобы все участки убрались одновременно, но на все требуется время. Ключевая тема – определить, что в первую очередь, что во вторую, что в третью и спокойно работать. Наши ученые несколько лет назад презентовали специальное устройство для борьбы с сосульками. Вот вы его не брали на вооружение, не пробовали? Мы обязательно эту тему изучим. Честно говоря, не до конца понял, о чем вы говорите. Посмотрим, что это. Здесь всегда важно цена-качество посмотреть, насколько это применимо, сколько это стоит денег, какой показывает результат. Но все-таки борьба со стихией – это вопрос не только грамотных управленческих решений, но и наличия кадров в первую очередь. Вот здесь остро ли стоит эта проблема? Сегодня сложно ли найти специалистов узкого профиля и специалистов широкого профиля, так скажем, которые ежедневно выходят на борьбу с последствиями стихии? Да, прежде всего хочется сказать спасибо и поблагодарить всех этих людей. В любой отрасли есть дефицит и на узкоспециализированных специалистов, которые разбираются в предмете, которые знают, какое оборудование, и современное, и которое было установлено несколько лет назад, меняются тенденции, в том числе на рынке и застройщиков, на рынке управляющих компаний. И, безусловно, это наши руки, те, кто просто убирает снег, те, кто просто обеспечивает клининг в подъездах, те, кто просто стряхивают пыль с наших поверхностей, подоконников и так далее. Этот труд сложно переоценить. Это также выстраивается работа с подрядными организациями, также работа с командой. А что касается специалистов узкого профиля, действительно ли это штучные сегодня специалисты? Хороший и электромонтер, и слесарь, сантехник, да, на вес золота, ну, не скрою, это прежде всего вопрос оплаты, он должен быть средним и чуть выше среднего, если мы говорим о квалифицированном персонале. Да, нужно уметь это объяснить клиентам о том, что если вы хотите, если мы все вместе хотим, чтобы дом оставался в идеальном состоянии из года в год, нужно привлекать таких людей, нужно уметь их удерживать, нужно уметь их мотивировать, нужно, чтобы он получал одновременно и достойную заработную плату, но и загрузка была соответствующая, чтобы он был эффективен. Ну, вы ведете какие-то, может быть, работы, так скажем, применяете превентивные меры на то, чтобы сотрудничать, например, с образовательными учреждениями и обеспечить себе приток молодых кадров? Да, мы прорабатываем программы и с образовательными учреждениями, и здесь речь идет не только о технических специалистах, это инженерные составляющие, это сантехники, электрики и такие же, да, соответствующие вот этим критериям должности, но и мы пробуем себя в других направлениях, это то, чем у нас занимается Ньютон Клуб, это комьюнити, это умение выстроить с жителями диалог, это умение занимать проактивную позицию, рассказывать, отвечать не на вопросы, а давать информацию людям таким образом и в таком периоде времени, то есть, чтобы это было актуально, чтобы эти вопросы не возникали. Вот, кстати, о диалоге с управляющей компанией. Сегодня сложился такой стереотип, что управляющая компания – это такое некое зло, у него такой очень негативный имидж, вот почему, с чем это связано, и есть ли способ как-то преломить эту ситуацию? Ну, здесь ни для кого не будет секретом, да, что это вся отрасль в этой ситуации находится, и сейчас те управляющие компании, которые называют, или начинают называть себя сервисными компаниями, они ищут ответы на эти вопросы. Есть эти управляющие компании в Уральском регионе, есть это федеральные центры Москва-Санкт-Петербург, мы всех их знаем, со всеми с ними быстрый диалог, мы обмениваемся опытом. На наш взгляд, критично это именно уметь выстроить коммуникацию, и уметь людям, клиентам, участникам этого рынка, партнерам, обозначить задачи до того, как начинаются вопросы от клиентов. Уметь все быстро и так, уметь создать систему таким образом, чтобы на большинство этих вопросов уметь нанести, так скажем, превентивные удары, и вопросы от клиентов будут всегда, но их будет гораздо меньше. Ну вот если сегодня посмотреть топ-5, например, самых популярных вопросов-жалоб управляющей компании? Это жалобы, те места, которые видят люди в первую очередь, это когда мы заезжаем во двор, уборка снега, либо чистота асфальтового покрытия, чистота детских площадок, это клиник подъездов, здесь важно, чтобы было чисто, и если возникают, ну у нас места массового пребывания людей, исчисляются тысячами посещения там холла первого этажа, тем более, то есть детская площадка, и никто не застрахован, что там разбросали песок, натоптали. Самое главное – обеспечивать быструю обратную связь. Если клиент говорит о том, что сильно грязно, мы смотрим, как сделать так, чтобы как можно быстрее стало чище. Не всегда даже это заложено в тарифе, но это и есть клиентская составляющая. Мы смотрим, где наши точки роста. Я плачу деньги, пожалуйста, обеспечьте мне все необходимое. Очень часто мы слышим такое выражение. На что сегодня может рассчитывать житель дома, определенного, например, который платит по статье «Ремонт и обслуживание», например, «Управляющая организация»? Статья «Содержание и ремонт», она включает в себя то имущество, которое находится в доме, это оборудование, инженерные сети, которые находятся в доме, это детские площадки. Клиент может точно, житель, собственник квадратных метров на квартирном доме может рассчитывать на их надлежащее содержание и актуальный ремонт того, что сломалось, либо планово-предупредительные работы, пока еще вроде ничего не сломалось, гораздо легче это поддерживать работоспособность оборудования, исправность элементов детской площадки. Но, повторюсь, здесь очень важно вести диалог с клиентами, диалог с собственниками, особенно с инициативными группами, о том, что показывать те вещи, которые есть, те вещи, которые требуют внимания, достаточно финансирования, недостаточно. Если достаточно, то смотреть, куда направлять оставшиеся средства по истечении, допустим, какого-то периода времени. Если финансирования недостаточно, спокойно садиться за стол и обсуждать, каким образом мы эти средства найдем. Как складывается работа управляющей компании с ресурсоснабжающими организациями? Насколько она вот здесь продуктивна и прозрачна? Все довольно прозрачно. Сейчас очень многие дома, если не большинство, на прямых расчетах с ресурсоснабжающими организациями. И этот рынок довольно подробно и довольно прозрачен и отрегулирован законодательством, отрегулирован и муниципальными, и федеральными актами. И здесь, если мы говорим о человеческих отношениях, ну, тоже, да, со всеми стараемся быть на связи и с представителями власти, и с представителями ресурсоснабжающих организаций. Вы одна из компаний в Челябинске, кто запустил мобильное приложение. Вот такое современное решение уже какой-то отклик по эффективности вам дало. Много ли вопросов можно таким способом решить? Да. Если уйти от того, что это тренд сегодняшнего, и, скорее всего, и завтрашнего дня, о том, что скоро это будет английское слосчитание, да, must have, это когда должен иметь каждый. Сейчас это пока выглядит как уникальное торговое предложение. В нашем приложении это возможность оставить заявку, осуществить оплату, посмотреть камеры видеонаблюдения. В будущем мы планируем туда завести возможность открытия калиток и ворот, и дверей подъездов нажатием кнопки. Это возможность почитать новости, возможность узнать календарь событий наших комьюнити-центров. Но здесь мы также мыслим и показателем, и мы считаем проникновение, мы его называем на дома. То есть у нас есть дома, которые, где уже почти три из четырех квартир имеют мобильное приложение и заходили в него. Есть дома, которые чуть похуже, это примерно каждая третья квартира только имеет мобильное приложение, работаем с этим. Основной показатель – это частота входа, актуально, не актуально, нравится, не нравится. И как людям удобно, неудобно из него платить, из этого приложения, за услуги. И как они оставляют заявки. Сейчас у нас это в районе 35%. То есть каждая третья заявка поступает не через какого-то специалиста, не по телефону, а ее оставляют в мобильном приложении. Вообще у нас продвинутые сегодня довольно жители, да. И вы, может быть, получаете вот такую обратную связь, может быть, просят вас, например, внедрить какой-нибудь сервис, там, расширить возможности влияния. Да, у нас жители спрашивают уже не столько услуги управляющей компании, сколько они ассоциируют нас, в принципе, с бытовой тематикой. Сейчас также в мобильном приложении мы проводим, стартуем маркетплейс. Это витрину, где те вещи, которые люди ожидают от нас, условно, от мастера на час, до, возможно, и организовать ремонт квартиры. Общаемся, отбираем пул партнеров, которым можно доверять, и организовываем их встречу пока в нашем мобильном приложении с потенциальным клиентом. Удобно людям, они понимают, что, скорее всего, управляющая компания не будет брать всех подряд в партнеры, себе в партнеры. И партнеры понимают о том, что им не нужно бегать вокруг жилого комплекса, разбрасывать бумагу и спам на телефоны и так далее. То есть такая довольно экологичная связь. Мне кажется, сейчас многие наши зрители просто завидуют вашим жильцам белой зависти, потому что далеко не всем везет с управляющей компанией. Многие решают отказаться от ее услуг совсем и создать собственное управление многоквартирным домом. Вот был ли у вас опыт? И на самом ли деле это удобнее и, главное, экономически выгоднее самим налаживать быт? Это опять просто следствие диалога с клиентами. Если мы люди разные, собственники разные, если мы в результате диалога пришли к тому, что дом, имея инициативную группу, имея, может быть, совет дома или квалифицированного председателя, говорит о том, что, ребята, вы классные, все хорошо, но вот у меня есть компетенции, я вижу, что я смогу сделать это эффективно, я бы проработал вопрос с подрядчиками, я бы проработал вопрос уборки, содержания, оборудования. Я во всем, везде все моменты учел, я набрал себе команду, готов за те ресурсы, которые у меня есть на доме материальные, которые я собрал, это в том числе и работа с дебиторской задолженностью. Основная проблема товарища собственников недвижимости, это что делать с той задолженностью, когда, в лучшем случае, две трети дома платят, а все остальные нет. Где брать деньги, кредит и так далее, очень сложно. Если эти вопросы решены, почему бы и нет, мне кажется, что основное препятствие – это готовность спокойно взять и проработать. Плюс опять учесть обязательно, как будет выстраиваться коммуникация, потому что те сигналы, которые мы видим от товарища собственников недвижимости, они в первую очередь говорят о том, что это очень тяжело с деньгами у товарища собственников недвижимости, и они говорят об этом открыто, но они вынуждены говорить об этом открыто, что денег не хватает ни на что, или на что-то хватает, а на что-то нет, давайте терпеть. И второй вопрос о том, что не хватает вот именно коммуникации, то есть начинается недопонимание, начинается у товарища собственников недвижимости к тем, кто платит не очень хорошо, они в ответ начинают какие-то свои доводы, и там получается очень много конфликтов. Ну то есть стоит связываться, да, если вы очень хорошо разбираетесь в вопросе. Тогда да. Не так давно прозвучала мысль о том, чтобы как вариант сделать управляющие компании муниципальными, как раньше было в советский период, такие ЖЭКи. Вот как вы думаете, это повлияет на качество обслуживания в лучшую сторону или в худшую? Ну здесь не хочется так входить в обсуждение, что эффективнее государства или частный капитал, да. Есть разные примеры. Там, где государство получается чуть лучше, там, где у бизнеса получается чуть лучше. Или сильно лучше, сильно хуже. Там, где есть конкуренция, там всегда результат выше. Пока рыночная экономика говорит так. Безусловно, участие государства требуется. Самое главное, чтобы не было утерянной конкуренции. И напоследок, вот дайте, пожалуйста, совет тем, кто не дружит с управляющей компанией. Вот как можно все-таки наладить этот диалог, чтобы, так скажем, все было по любви? Здесь, мне кажется, все-таки мяч все равно на стороне управляющих компаний, потому что клиенты, и как мы относимся к своим клиентам, что вообще-то они живут в режиме работа, дом и какие-то секции, и какие-то желания отдохнуть, сходить в какое-то место досуга и так далее. И желательно, чтобы у него вопросов, что я хочу по взаимодействию с управляющей компанией, не возникало. Если эти вопросы возникают, их быстро закрывать. Работать так, чтобы вопросов было меньше. Если вопросы появляются, быстро их отработать. Если с позиции клиентов, да как бы не очень хорошо, что у вас эти вопросы к управляющей компании появляются, постараться выстроить диалог, сходить на прием к директору, попробовать попросить управляющей компании организовать чат, рассказать им о том, что есть возможность каких-то мобильных приложений, посмотреть, каким образом будет реагировать управляющая компания. Никому не хочется агитировать за переход. Мы сами сейчас в стадии активного развития входим, что мы готовы будем рассматривать дома на прием к себе. Если кого-то не устраивает управляющая компания, или устраивает, но хочется чего-то большего. Сначала попробуйте быстрый диалог, если видите, что управляющая компания… Возможно, управляющая компания, которая обслуживает клиента, она считает, что у нее все хорошо, глаз замыливается, профдеформация, и, возможно, она на все эти подсказки, на все эти запросы отреагирует адекватно. Если нет, ну, там уже по обстановке. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время, заглянули. Хорошо вам пережить этот сложный зимний-весенний период. Спасибо. Я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях был директор по развитию компании «Голос Комфорт» Алексей Попов. А у меня на этом все. Я желаю вам отличного настроения и только хороших новостей.